Господа, я не хочу, чтобы очередной год для Магнитогорска начался грустно и с бодуна. Тем более, что 10 дней, которые пройдут сначала, будут это стимулировать. Но предлагаем вам ознакомиться с тем, что может произойти, если конкретно отдохнуть со стаканом. И как не надо спрыгивать с кодировки, которую вам умело сделают в медицинском центре «Возрождение» на Карла Маркса 182. Сколько длилось счастье-то? Четыре года. Четыре года не употреблял вообще? Четыре года не употреблял вообще. Как себя чувствовал? Отлично, превосходно просто. Жизнь пошла лучше. Много приобрел уже, что в жизни. А четыре года не пил, кто-то помог? Да, Макаров Михаил Иванович, он оставил меня на путь истинный. Рассказал, все показал, вылечил. Кодировку применил. Ну, а что случилось-то потом? Ну, случилось потом, ну, просто семейные проблемы, ссоры с женой и просто, ну, сорвался. И как ощущения? Водка помогает? Легче становится? Легче абсолютно не становится, становится только хуже. И поэтому пришлось обратиться обратно к нему. Вообще-то не зазорно вот так, спокойненько потом, когда понимаешь, что срываешься, обратно пойти полечиться? Да это ничего зазорного нету, ничего такого. Это как должно. Так, как так должно быть. Ну, а вот эта кодировка, как она помогает? Вот реально, что, какие ощущения? Ну, и по крайней мере, я чувствовал себя хорошо. Много целей достиг в жизни. И как и тут же приобрел машину, тут же появились финансовые благополучия. То бишь, цель в жизни намного увеличилась, стало больше возможностей. У нас кодирует каждый первый, посмотрите, вот по телевизору, да? Закодирую, транскодирую, укодирую. Реально, кто помогает? Нет, реально, я как обратился сюда, в клинику Михаил Ивановичу, то только здесь помогает, реально. Потому что я сколько слышал, знакомые у меня так же делают, хватает на три месяца максимум. А потом код подобрал, да? Да, потом. И потом код подбирает, и опять же раскодируется, опять же занимается, ну, пьянством. А здесь хватило на четыре года? А здесь четыре года. Да и если бы не проблема, наверное, тоже бы и дальше бы. Да, 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 если бы не проблема, то дальше бы так же оно и было бы, абсолютно. Кодировался я всего лишь на один год, а вот четыре года спокойненько жил, счастливо. Пил я всего два дня, и вот просто трясло всего, калашматило. А сколько выпил-то? Выпил, ну, где-то литр выпил. Ой, господи, боже мой. Ну, так и так получилось. Сколько раз до этого кодировался? Ну, раз в десять. Десять раз? Насколько хватало примерно? Ну, больше года, год, меньше года, там, восемь-семь месяцев, до трех месяцев было даже. Человек, ну, взрослый, большой, крепкий. Наверное, раньше проблем со здоровьем не было? Вообще никакого. А сейчас как? Ну, после, что кот сам разбиваешь, сердце, сердечный препарат, сердечно-сосудистый, сердцем плохо, без препаратов уже бесполезно. То есть, вот оно, последствия, да? Да. Да. Не, ну, тут нужно просто, если кодируешь, надо, да, разкодироваться, ну, просто, если хочешь пить. То есть, тогда... Разблокировку ставить в полную. А так, что сам разбиваешь хуже. И все равно бесполезно разбиваешь, сам все равно не остановишься. Вообще, это нормальное явление для человека, который зарабатывает деньги, имеет проблему с алкоголем, потом просто пойти закодироваться и поречиться? Нормально, это вообще нормальное явление. Чтобы просто тормознуться, встать, это нормально. Потому что у нас какое-то странное отношение к наркологическим диспансерам. Всем кажется, что все будут взрослые и здоровые, но наступает время, когда человек просто сам не может встать. И тогда... У человека просто проблем бывает в жизни. Ну, как вот бывает, человек нормальный, он просто запивает. Срывает и запивает. Просто прийти, подкижать, откапаться и закодироваться нормально, чтобы он просто восстановился сам себе. И здоровый себя становится. Я был в Владивостоке, но тоже попадал в передряги. И это было нормальным явлением. То есть, люди молодые и люди взрослые даже не думают об этом. Просто приходят к наркологу и получают лечение. Это нормальное явление. В определенном возрасте. Молодой такой, здоровый, хорошо, пить можно легко. Почти тонну можно выпить. С возрастом как? С возрастом оно дается очень трудно. И очень трудно. Ну, вы можете описать это состояние, когда уже и стакан на второй день не помогает? Ну, а состояние как? Не знаю, состояние невесомости такое. Мне состояние не описывается, это не передается. То есть, лучше такого не испытывать, да? Да, испытывать. Постоянно как в космосе плаваешь. Это просто вопрос, потому что, ну, молодежь, понятно, бухает им, без разницы. Они настроены на это дело. С возрастом так же все или хуже гораздо? Нет, с возрастом все хуже и хуже. С годами. По молодости все проходило мне, а сейчас с годами все хуже и хуже. Сейчас уже не проходит то, что раньше проходило. Так можно закодироваться? Да, вот сейчас я и думаю закодироваться. И все-таки пробовал кодироваться, да? Да, я первый раз закодировался в мае, потом через неделю выпил. Прошло как будто бы. Потом тряхануло, потом второй раз меня отвезли, закодировали уже 24 мая. И через неделю я попробовал выпить еще раз. И на этот раз мне не пошло. У меня отказали руки, ноги, язык. Все, и перестала работать голова. Ну все части тела, кроме... Только голова крутилась вот так и все. Спасибо товарищу доктору, что спас меня. Ну теперь будем другую жизнь начинать? Да, теперь будем начинать торговую жизнь, светлую жизнь, новую жизнь, трезвую жизнь. Ей все-таки кодироваться надо, помогает? Кодироваться надо, помогает, да? Это сдерживает, стимул есть, сдерживание. Оно, как называть, не чувство страха, а как сдерживание есть. Ну тормоз, тормоз есть какой-то. И боясь уже сейчас есть. Уже потому что попробовал, уже не пошло. Уже знаю, что можешь помереть в любое время. Пьяная молодая жизнь, что может быть ужасней? Ужасней? Да по-моему ничего не может быть. Ужасней пьяной жизни. А сколько пил? Пил, ну в общей сложности лет 5-то я попил. Даже если не больше. Цистерну выпил, да? Ну, цистерну не цистерну, но много. Да и наверняка пил-то все подряд, да? Конечно. А девушки были? А жизнь была? Жизнь? Ну так. А столько, поскольку временами что-то было, а так в основном нет. Беспробудное было пьянство. Закодировался? Насколько помогло? И что вообще изменилось? Изменилось? Да практически все изменилось. Нашел девушку себе, нашел работу. Изменилось мышление. Вообще, от жизни что-то надо стало. Раньше та жизнь, где больно-то ничего не надо было. Так, напился, забылся. Хорошо. Насколько хватило? Хватило у меня на 3 с половинкой, где-то вот так вот месяца. Чуть-чуть. Плюс-минус. А что послужило вообще к его поводу? Ну, то, что сорвался. Ну, там наложилось одно на другое. На работе были небольшие проблемы и с девушкой. И вот решил выпить. Без снятия кодировки? Без снятия кодировки выпил. Стало жутко плохо. Сразу же позвонил я с родителем. Пожалуйста, отвези меня сюда. И на следующий день я здесь уже оказался. Все, здесь помогли. Все хорошо. Сейчас чувствую себя нормально. Продолжим кодироваться? Ну, да. Скорее всего, так. Куда деваться-то? Без кодировки мне сейчас тяжеловато будет. А после того, как стало не хорошо, а гораздо плохо, решение обратиться в наркологическую клинику – это… Это самостоятельное решение. Никто тебя не отправил? Нет, это мое самостоятельное решение. Уговаривать меня. Я вроде не маленький пацан уже, чтобы меня уговаривать. Сам решил, сам и сюда. Историю употребления алкоголя сколько лет пили? Ну, больше десяти. И по сколько пили? Ну, до посинения, можно сказать. А как, не умерли-то непонятно. Здоровья хватило, что ли? Наверное, так. Закодировались. Потом решили без раскодировки код подобрать, так? Да, просто взял и выпил. И как она? Плоховато было. А насколько плохо? Ну, потрясло. А не казалось, что смерть в глаза уже смотрит? Да, собственно, я этого и хотел. Настолько все плохо? Ну, да. Стоит ли пробовать самому подобрать код? Да нет, не стоит. Ничего хорошего. Итак, почему разговор в профиле и в темноте? Да потому, что сложно признаться, но с алкоголем проблемы у каждого россиянина. Бухают все и запиваются. Я не знаю ни одного человека, которого бы не откапывали, и, честно, кодировались многие. Не всем, конечно, дано далее жить спокойно, но раз проблема есть, то надо ее решать. А грамотно это сделают здесь, в медицинском центре «Возрождение» на Карла Маркса 182.